Теперь уже можно сказать, что строительство выезда из шестого микрорайона находится на стадии завершения. Представитель застройщика рассказал главе городского округа Алексею Спасскому, что сейчас идет работа сразу в нескольких направлениях. Помимо строительства дорожного полотна, идет реконструкция Донбасского моста, обустройство тротуаров, возведение световых опор. Техника, подрядчики все выведены, есть всем необходимые материалы. Их поставлена задача в кратчайшие сроки завершить. Строить качественно, но ускоренными темпами. Такую задачу поставил перед строителями глава округа. На сегодняшний день подготовлено более тысячи метров основания дорожного полотна, выполнен переход через речку Бица, проложены водопроводные трубы. Строительство дороги должно было начаться еще в 2017-м, но по факту техника здесь появилась лишь двумя годами позже. Местные жители постоянно следили за ходом строительства. В апреле в связи с пандемией коронавирусной инфекции работы пришлось приостановить, но недавно строительство возобновилось с еще большими темпами. В рабочей поездке главу городского округа сопровождали заместитель главы администрации Сергей Гаврилов и председатель совета депутатов округа Станислав Радченко. Депутат отметил, что жителям не стоит волноваться по поводу увеличения сроков строительства из-за коронавируса. Жители действительно держали в тонусе как администрацию, так и депутатский корпус. Я как председатель совета, естественно, контролировал ход строительства. Я надеюсь, мы уже находимся на финишной прямой. В этом году мы все-таки эту дорогу откроем. После пуска трассы водители из новых микрорайонов будут тратить на дорогу до МКАДа вместо полутора-двух часов 20 минут. А потому и местные жители пристально следят за тем, как ведутся работы. Каждые выходные мы ходим, смотрим, проходим, когда можно. Там доходим до Ермолинской церкви, чтобы посмотреть, как движется. Даже вот в карантин, когда можно было прогуляться с собакой, выходили, смотрели. Стоимость проекта – 442 миллиона рублей. Их выделил частный инвестор. Новая дорога будет иметь общую протяженность порядка двух километров. Выезд из города получат более 55 тысяч жителей новых микрорайонов. Темп, качество работ, которые выполняются, позволяет надеяться, что все-таки с учетом той карактировки, которая внесла карантинные ограничения, тем не менее, к сентябрю-октябрю мы этот объект в готовом виде для возможности выезда и въезда, соответственно, в 6 микрорайон получим. Возведение трассы – это часть масштабного реформирования транспортной инфраструктуры округа, которую начали власти муниципалитета и которая должна существенно изменить существующее положение дел. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова